всем привет epic games на апрель 2022 года нам дарит вот такие вот ассеты которые мы можем принципе видеть это первое у нас это еда и кофе ну в общем бокалея кофе бокалея давайте сразу и запустим в общем здесь небольшая вот такой вот зданица которая внутри все расположено давайте пролетим снаружи сначала здесь есть просто небольшие части реализации типа домов до спереди как таковые можно где-то использовать внутри нас здесь скажем здесь мы можем увидеть столики стулья и так далее основная часть конечно здесь это у нас 3d модельки еды фото фотореалистичные отсканированные да если посмотреть прям вблизи реальная фотография если смотреть на давайте запустим быстренько прилетим здесь ничего такого особенного сложного но очень много прикольных штук которые можно использовать у себя где-то в игре или же она при арт-дизайне каком-нибудь так по сложности здесь все отлично если вот смотреть да это только вот прозрачные части у нас красные все остальное зеленое можем посмотреть на хлеб если мы будем приближаться у нас полигонаж увеличивается значит существует воды это очень хорошо так насчет других предметов сложно сказать но у чашек видимо водов нету у светильников водов тоже нету почему-то только на хлеб они настроены так ну здесь в принципе все можно использовать материал очки и так далее все в принципе красиво переходим к следующему это у нас как который предоставляет так скажем не знаю даже как соседская модульный пак соседства как это переводится конечно тупо но здесь просто один и тот же дом расклонирован это у нас концепт сторч вроде да если я не ошибся нет это не то нет это не то здесь разработчики что-то перестарались со светом здесь все бликует ну в общем домик он у нас один и тот же везде расклонирован что здесь что здесь ну хотя есть какие-то изменения видимо даже не один да не один точно несколько видов домов также кстати автомобили которые можно использовать как подарок но качество их не особо хорошо и в домах ничего не нету такие заброшки здесь стены все получается внутри шарпаны вот кстати даже есть кровать кое-где туалет и все боже раз особо то ничего здесь нету но вот есть дома которых стены не обшорпаны хотя бы внутри но снаружи к сожалению проблемно по оптимизации в принципе все нормально по водам не особо отличается деревья достаточно нормальные по 7000 10 полигонов дома тоже где-то в районе скорее всего так это у нас дома модульные то есть мы их можем пересоздавать как нам необходимо можно стенку передвинуть это передвинуть то есть по сути можно модульную генерацию сделать из данных деталей главное правильно расположить далее у нас идет воупольную так скажем средневековый интерьер но конструкции относительно конечно интерьерчик да прикольненький это у нас здесь находится здесь у нас получается больше 9 карт давайте сейчас пролетим если включить на F5 мы просто ничего не видим все зеленое как бы что здесь должно нагружать особо-то и незаметно вот единственные какие-то эффекты но так себе они нагружают то есть вот из этого реально можно сделать прям игру на минимальных на максимальных фпс несколько видов это был дом это какой-то бар здесь у нас тоже относительно бар и даже я где-то видел вот эту часть в игре возможно даже Skyrim был очень похоже так здесь почти то же самое единственное что переставили переставили все добавили здесь камин и так далее в общем из-за того что это модульно оно тоже самое все пересобирается то есть вы можете уже расположить как необходимо крыша отдельно секция секция отдельно и стенки тоже за место этой можете поставить дверь и так далее все то есть уже изменяется структура ну а здесь также есть топ-даун расположение сверху вы можете какую-то мелкую игрушечку делать но из-за того что здесь много расположено на полу будет очень сложно ходить теперь переходим к следующему это мазиал хаус модулер тоже очень симпатичная вещь так это у нас вот это вот эти горы кстати можно использовать как задний фон просто если мы близко будем к ним подлетать ну качество у них не особо хорошее но как таковое да то есть не особо вблизи если быть то нормально с оптимизацией кстати здесь скорее всего очень хорошо давайте запустим ну относительно так давайте ускорение чуть-чуть поставим вот вот трава у нас вот видите да определенный радиус имеют там ее не видно и она вот со временем появляется когда мы будем подлетать к ней здесь скорее всего надо материал настраивать А по полигонажу Мы в принципе Видим, что сеточка Приличненькая Ну а у дальних Вот получается Еще более-менее как-то Так, не хочет ускоряться В общем, если вам понравилось В принципе, посмотрите Здесь у нас концертная Получается Концертная сцена Забыл слово названия В общем Так Концепт Здесь несколько видов Это крупный зал Такой вот, да? Прям реально концерт Можно сделать И как видите У нас здесь и Так скажем, прожекторы Светят Вверх-вниз По бокам, как говорится И в каждом прожекторе Прописаны определенные действия Здесь другая сцена Дополнительные экраны Здесь колонки Качают То есть можно Прям Музычку Поставить Так Так И третья Здесь немножко другие действия Ну и Четвертое Это у нас Расположение Каждой детальки Отдельно Просто Каркас Крыша Светильники Панели Светодиодные И колонки Далее у нас Идут уже Такие Бесплатные Ассеты Которые у нас Не являются Так скажем Не раздаются Месяц Только лишь А сейчас Они уже Постоянно бесплатны Если Смотреть Это Блокировка Цели Ну как Таковые Это Скорее всего Для Каких-то Боевок Вот Типа Дарсоуса Да Как видим Даже здесь Такой же Персонаж Ну и Определенные Ноды Которые Нам показывают Кого захватать И так далее Или наоборот Не захватывать Вот это Кстати Хорошая Вещичка Обязательно Возьмите Загрузчик Изображения Во времени Выполнения То есть Вы прямо В игре Можете Загрузить Изображение Которое Находится По Определенному Адресу Я уже Его Забрал И советую Вам Взять Здесь Уже Построение С помощью Сплайна Идет Каких-то Геометрических Фигур То есть Помните Как нам Давали Бесплатный Ассет Где мы Создавали Топоры Луки Стрелы Ну это Индентичные Ему Здесь Также рисуется Вид сбоку Создается Сплайн И Соответственно Уже Гнется Сплайн По Необходимой Так Скажем Вот В принципе Да Вот Вся Механика Уже Здесь Показана То есть Вид Сбоку И Сама Траектория Кварц Мюзик Систем Ну это У нас Обучающиеся Тоже Если можете Смотрите Как Располагать Звуки И так далее Как их правильно Концентрировать Располагать Так MD5 Encrypt Это у нас Так скажем Декомпилятор Из MD Компиляции Вот допустим У вас Если Вы в курсе Насчет PHP Это Система Которая Работает Ну Обрабатывает Так скажем Все Образно Все сайты Да То есть Ну сейчас В данном случае Конечно Уже Большинство Не работает На PHP Стараются От них Отходить Так Там есть Так скажем Генератор Который Создает MD5 И Если Что И Это Шифрование Теперь Можно Обойти Ну То есть Расшифровать Уже Или Наоборот Зашифровать Уже В Unreal Если Необходимо Те Самые Пароли Ну Хотя Б В Небольшом Шифраторе Можно Сделать Или Еще Какие То Действия S-Pitch Это У нас Преобразование Из Текста В Звук Или Наоборот Здесь У нас Получается Образуется Используется Microsoft Azure Система Которая Возможно У нас Не запустится Или Не будет Корректно Работать Но Как Потестировать В принципе Можно Default Value Ну Это Какая-то Специальная Нода Которая Нам Помогает Теперь Действовать Как Необходимо То есть Вы Можете Создать Какую-то Default Получается Переменную Ноду И По сути Уже Ее Подключать В Необходимых Местах То есть Создали Значение И уже Подсоединяете Ну Это Как Типа Оптимизация И Помощь Разработчику Как-нибудь Поставлю Проверю Посмотрю И Может быть Сообщу Но Ошибочки Как видите Точнее Отзывы Не очень Хорошие Одна Пятерка Другая Двойка Возможно Кто-то Не разобрался Или же Показалось Что она Не очень Хороша Так Здесь У нас Еще Одна Помощь Для Разработки В Блупринтах Это У нас Сервис Утилит Получается Что Она Создает Сужебные Узлы Если Так Вот Смотрите Вы Создаете Допустим Какую-то Ену Допустим У вас Существует Вы его Преобразуете В стринг Как-то Да То есть Обрабатываете И так далее Далее Из этого Вы Выбираете Текст И Печатаете Его В данном Случае Все Образуется Вот В таком Вот Виде Уже Как говорится Без Вот таких Вот Так скажем Нод Перенесений Из одной Структуры В другую Из Текстов Стринга Из Енума Стринга То есть Такое Сокращение Возможно Где-то Оно Нам Поможет Стрим Чат Вещь Хорошая Надо Будет Попробовать Особенно Для Мультиплеерных Игр Вы можете Создать Свой Чат То есть Как видите Да Получается В игре Можно Прописать И будет Какое-то Общение Но Опять-таки С этим Надо Разбираться И Возможно В нашей Стране Это Необходимо Как-то Будет Либо Ну Если у вас Конечно Игра Взорвется В принципе Вас Могут Заметить И Сказать Предостайте Нам Данные Чаты Записи Этих Чатов Так что С этим Поосторожнее Здесь у нас Идет Шаблон Узла Чертежа Который Создается В принципе Ну Собственный Узел Да Вот Такая Вот Структура Но Честно Говоря По сути Эти структуры Можно и Вручную Делать Но Здесь Видимо Есть Какие-то Улучшения Которые Нам Позволят Более Быстрее Создавать Наверное Далее У нас Sense System Это у нас Для Персонажика Которые Взаимодействуют С АЕ Интерфейсом Так скажем На слух На зрение И на всякие Другие Чувствительности Которые у нас Существуют В анриле Темаран Rich Text К сожалению Я так и не разобрался Что это Предположительно Предположительно Это что-то Связанное С Виджетами Да Ну Точнее Здесь написано Что это С виджетами Но Что Именно Это Это непонятно Возможно Для какого-то Форматирования Текста Возможно По внешнему виду Очень кажется Что да То есть Можно Как-то Выделять Определенные Виды Текста Там Допустим Вставлять Код И так далее Видите Какие-то Выделения Какие-то Заголовки Определенные И Даже Можно Вставлять В виде Изображений Что-то В общем Надо Смотреть Dragon Boss Monster Ну Здесь У нас Модельки Низкополигональные Таких Вот Монстериков Возможно Кстати Это Какой-то Фотоскан Какой-то Игрушки И Просто Уже Человек Разукрашивал Ее Очень Вероятно Ну И Здесь У нас Hardware Formation Информация Об Оборудовании Как говорится То есть Вы Можете Запросить Определенными Нодами Информацию О Компьютере Игрока То есть И далее Вы уже Можете Передать К себе На сервер Так же Если у вас Сетевая игра И Соответственно Получение Данных Информации Вы будете Уже Более Конкретно Понимать Допустим Вам человек Сообщает Баг И вы Такой Смотрите На Характеристики Смотрите Какой Баг И Оцениваете Проблемы И так Далее Это В принципе Очень Должно Помочь Фут Айкей Ну Это Соответственно Вы Сами Понимаете Многие Персонажика Можно Поставить На землю Независимо От капсулы Вещь Отличная Но В принципе Это уже Не первое Так Скажем Не первый Плагин Который Нам Позволяет Делать Такие Действия Я Уже Несколькими Видами Плагинов Пробовал Все Отлично Работало Надо Будет Попробовать И этим Смотреть Как Быстро Реализуется Очень Интересная Вещь Это у Нас Фотомод Были Люди Где-то Под Видеороликами В интернете Я читал Люди Спрашивают Как делать Фотомод Здесь В принципе Уже Ассет Нам Помогает Так Скажем Отделиться От камеры Персонажа Необходимы Допустим Вокруг Него Покрутиться Выставить Анимацию Скорее Сего Тоже Вот Да Поза И Сделать Скриншот Вещица Хорошая Надо Будет Поюзать Здесь У нас Квартирный Технический Реквизит Ну Как бы Не то Что Квартирный Но Это Больше Какой-то Айтишный Реквизит Как видите Здесь Везде Компьютеры Дискеты Платы И так далее Особо Здесь Квартирного То и Нету Здесь Больше Чувака Который Работает С компами Ну Вот Такие Вот Вещички Телефончики И так далее Так Перейдем К следующему Это Реквизит Для шоссе От той же Самой Того же Самого Разработчика Просто Уже Для Дорог Билборды Плакаты Знаки Ну И Всякие Различные Средства Которые Допустим Помогают Автомобилистам Повернуть Куда-то Или То есть Указательные Какие-то Элементы Здесь у нас То же Самое Это Получается Ресторан Бистро Тоже Вероятно Вероятно Создано С С помощью Фотореализма Так скажем С помощью Фотографий Реальных Предметов Вот Ну Скорее всего Не все Вот здесь Вот Явно Это Стопроцентно Человек Делал Ну Возможно Вот это Уже С помощью Фотографий Ну И Epic Games Раздает Сейчас Нам Дополнительные Вещички Это Лига Стартовая Игра Лира Стартовая Игра Точнее Новый Персонаж Unreal Для Шутера И Возможно В этой Части Вы Замените Какой-то Онлайн Шутер Так скажем Частично Реализованный Тут У нас Air Конфигуратор Мы Можем Ставить На автомобиль Разные Диски Применять Разные Цвета Формировать Какие-то Определенные Ракурсы И так Далее То есть Возможно Для Людей Которые Продают Какие-то Штуки Можно Будет Собрать На Этом Конфигураторе Собственный Этот Получается Собственный Конфигуратор Допустим Вы Продаете Я не знаю Компьютеры И Закидываете Сюда Модельки Мониторов Системных Блоков И С Названиями Я не знаю Допустим Какими-то Параметрами Этих Компьютеров И Пожалуйста Показываешь Быстренько Кликаешь Как говорится Что угодно Поставил Ну и Здесь То же самое Настройки Различных Действий Здесь Далее у нас Идет Плагин Maya Для Генерации Данных Сложно Конечно Сказать Что Это Такое Потому Что Вероятно Ну Это Сложная Структура В общем Она Как-то Определяет Анимации Да То есть И записывает Их Как-то В определенном Коде Наверное То есть Мне Сложно Сказать Для Этого Всего Ну и Далее у нас Epic Games Раздает City Который У нас Присутствовал В демке Матриц Далее Они Также Раздают Автомобили Которые В этой Матрице Были И Архитектуру Определенную Мне Очень Хотелось Смотреть Как В этих Домах Там В окнах В определенных Есть Трипланарные Вроде Как Изображения Также Персонажики Которых Они Сказали Что Генерируются Автоматом Но Возможно Они Даже Автоматом Не Генерируются И Снова Здесь Автомобильные Какие-то Билборды Вывески Рекламы И так Далее А Это Не только Шоссе Но и На зданиях Которые Были И Да Рекламные В общем Все Что Необходимо Для Городской Суеты Банкоматы Дерево Часы Вывески И Контейнеры Ну и Последнее Это у нас Бродкаст Симпл Такая Сцена Где Можно Поставить Автомобиль Покрутить Его И так далее Красиво Выглядит Материальчики Возможно Интересненькие Да То есть Они какие-то Переливающиеся Скорее всего Это Надо Смотреть Автомобиль Шикарно Выглядит Со Своими Материалами Конечно В общем Все Интересно Надо Смотреть Ну и Напоследок Сегодняшнего Дня Unreal Стопроцентно Уже Запустил Получается Пятая Версия Все Она Официально Вышла Можно Скачивать Тестировать И Уже Создавать Прямо Конкретно Игры На нем На этом Все До Свидания До Скорой Встречи Прямо